Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы наносим декоративную штукатурку в основном всегда на нашем канале. Наш канал является таким своеобразно развлекательным, расслабляющим, поэтому расслабились, уселись поудобнее и смотрим, как мы наносим декоративную штукатурку. Сегодня образец такой простейший, припростейший, но мне вот он показался очень красивым. И мне кажется, что его можно сделать своими руками, реально своими руками можно сделать, и это не сложно. Так, что у нас имеется сегодня? Цвет мы будем наносить черный, потому что, ну темный, да, темный серый, потому что будет вам максимально видно на этом цвете. Первый слой мы нанесем праймер. Праймер, его можно приобрести у нас напрямую, попросить, чтобы мы заколировали в необходимый цвет. Либо, если вы не хотите консультироваться со специалистами, делать расчеты, колеровать, вы можете просто напрямую зайти на Азоне купить, без консультации. Я обращу на это внимание, на Азоне это отдельная площадка, если хотите на Азон, то идите сразу на Азон. Вот, это у меня. А если хотите помощь специалиста, выбор, колеровка, расчеты, то обращайтесь по ссылкам в описании. Ну, наносим непосредственно темный цвет. Наносим в один слой. Укрывает хорошо. Стена должна быть шпаклеванная, грунтованная, более-менее гладенькая, ровненькая. Если я вам скажу, что стена должна быть идеальная, то вы никогда не сделаете ремонт, потому что таких стен, по моему мнению, не существует. То есть, всегда можно к чему-то придраться и фонарями светить и все такое. То есть, здесь у нас просто должна быть хорошая стенка. Минимум царапинок, минимум каких-то дефектов. Насколько это возможно, гладенько, приятненько. Верничий депраймер. Это состав под декоративные штукатурки танкослойные, а также как краска самостоятельно его можно тоже использовать. Цена у него вполне адекватная, по сути, как у краски обычной. Поэтому, если вам даже нужно просто покрасить, вы можете зайти и купить вот этот у нас праймер. Хорошо, ложится, укрывает, вы видите сами как. Кстати, я вам сказала, идите сразу на Озон. На Озон-то ссылка тоже есть внизу. То есть, вы тоже можете зайти сразу же по ссылке. К менеджеру там, к менеджеру отдельно, на Озон отдельно. Нанесем праймер, оставим его сохнуть примерно на 4 часа. До того момента, как мы можем наносить следующий слой. Если вы вообще хотите успокоиться, забыть обо всем, просто берем валик и красим. И такая сразу же медитация. Главное прокрашивать хорошо, а то нервы могут еще воспалиться. Если будет плохо прокрашиваться, нервы воспаляются моментально. Поэтому вот так вот аккуратненько прокрашиваем, берем хороший праймер и вперед. Ну все, в принципе, оставляем сохнуть и вернемся. Не переключайтесь. Смотрите, в первую очередь я хотела бы, чтобы вы оценили качество праймера. Вот это вот один темный фон. И это прямо очень супер-супер качественное покрытие. Особенно черный, без полос, то есть единым полотном. Отметьте для себя, как краску в том числе его. Ну праймер мы нанесли. И дальше мы будем наносить бархат. Велюта Лишо. То есть перламутровый бархат. Он такой, знаете, густой. Но так как мы его колеровали в черный цвет. Сейчас я покажу вам его. Вот видите, у него густая такая консистенция. Он даже с мастихина не спадает. Густой. Но чем ярче цвет, тем больше нужно колера. И тем жиже будет материал. Наносим вот такой. Он уже пожиже стал. Немножко будет чуть-чуть полосить. И это не страшно. Даже будет симпатично. Так. Пожиже стал. Видите, много черного добавляла. И нам нужно нанести его вот в таком порядке. Я так вижу. Ну то есть вверх-вниз. Это велюта Лишо. Эффект бархата перламутрового. Материал очень прочный. Очень стойкий к мытью. И по своему составу он даже для фасадных работ подходит. Ну то есть действительно в нем очень много вот этого связующего. Но, конечно, для фасада дороговато будет. Поэтому внутри. Там даже, знаете, дороговато не в том смысле, что бархат дороговат. Подготовка под него дороговато будет. Поэтому смотрим всегда его для внутренних работ. Не для наружных. И мы будем наносить один слой. Вот такие мы вот. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. Оставляя рваные. Пусть даже будет. Посмотрите поближе. Пусть даже будут дефекты. Вот такие. Полоски какие-то, да. Как бы немножко зафактурено. Самое главное, когда вы наносите вот эти рваные линии, то не нужно обрываться на одном и том же месте. Будет полоса вот такая. Видите, вот. Нам нужно вот эти линии хаотично делать, чтобы было направление, как бы обрыв разный. Вот где-то чуть короче, где-то чуть длиннее, где-то немножко вот такой вот префактуренный. Вот такая будет цель. Хочу отметить, что бархат, ну, в базе он такой, перламутровый, и его можно колеровать в разные цвета. Мы сейчас взяли темный серый графит, чтобы вам было виднее эффект. Вот так. Обрыв и светлая полоса. Обрыв длиннее. Видите, вот. То есть здесь в разные стороны, разный цвет дает эффект. Вот так. Хотим чуть-чуть фактурнее, кладем чуть больше. И вот так делаем эффект. Вот так делаем. вот так вот мы протянем я сейчас отойду посмотрю еще где чего мне не нравится так вижу вот эту полосу кто ее видит вместе со мной одна сплошная то есть если мы детально посмотрим на фактуру то она у нас должна быть такая хаотичная хаотичная размазня должна быть и вот таких вот четких линий быть не должно поэтому я что-нибудь здесь вот залезу сейчас пока еще не поздно и добавлю именно этот способ нанесения позволяет исправить дефект в процессе вот так теперь мне уже больше нравится и мы ее оставим подсохнуть и продолжим это еще не все не переключайтесь вот этот способ нанесения он в принципе сам по себе в подходящем вам цвете уже готовый вариант то есть можно оставить его вместо обоев в любом помещении это будет прочно это и кухня и гостиная и спальная то есть везде где бы вы его не захотели нанести уже можно и он будет готовый только цвет подобрать останется но мы еще хотим сделать его как бы акцентным и мы нанесем перламутры это вот такая искрящаяся перламутровая мандрапер ладиллака называется я бы сказала что это лазурь бриллиантовая вот так я бы ее назвала потому что крупные частички посмотрите ну давайте вот так ведерко посмотрим это как гель-лак он такой желеобразный и у него искрящиеся частицы гура декора лето мандрапер ладиллака есть в серебре и в золоте наносить будем морской губкой аккуратненько макнем на крышечку и вот так хаотично будем тамповать разная высота нам нужно погуще но я бы хотела погуще вы для себя конечно сами решите гуще вам надо не гуще а я бы хотела погуще и высоту я задам вот где-то прямо совсем мало будет а где-то прям как дождь будет вниз спускаться пусть будет даже много то есть мы можем даже полностью заполнить черный фон у нас сверху еще серебро добавится возьмем разную высоту и такими как бы стекающими вот такими линиями пусть будет так перекручивать я вижу что надо посмотрите задается направление вот не надо направление чтобы было значит губочку крутим вот так не должно быть направление все должно быть хаотично еще направление не люблю направление крышечку можно взять побольше пошире и обрыв должен быть тоже плавный и вот таким образом я нанесу до самого конца после того как нанесете отойдите подальше и посмотрите нравится ли вам линии не хочется ли вам что-то куда-то добавить я бы сделала погуще вот я сейчас отхожу смотрю мне кажется надо побольше наполнить мало как будто золото вот так вот сделаем и далее оставим сохнуть на часик наверно максимум мне кажется часа достаточно потому что ну впитывается она быстро подсыхает да и слой у нее такой тоненький губочкой натамповали совсем немного ну теперь мы давайте серебра добавим то же самое только серебро вот так вот бриллиант будет немножко яркости сколько можно серости и скуки пусть чуть-чуть ярче вот видите как оп 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 думаете слишком блестка но немножко то почему нет вот этот вот поверх как вам сказать бриллиант серебро поверх золота он дает такую дымку как будто бы и ней главное не переборщить посмотрите как будто и ней стена маловато здесь вот это вот все продолжение должно быть черным до пола то есть это у нас грубо а как от потолка как будто бы то есть такая акцентная стена прекрасная стена для акцента прямо от потолка как раз идет я хочу немножечко как бы для меня кажется что граница прямо граница я хочу немножко вот так растушевать вот так немножко вот так немножко немножко вот так так лучше бы а то как ты найти вот так как то не так не то немножко вот так еще после высыхания останется только блеск 2 белесость уйдет как вариант кому понравится кому не понравится ну извините одно и тоже тоже снимать не очень хочется а вариантов вот новых придумывать это не так легко поэтому если кто-то хочет сделать вот так вот и написать гадости тоже был ком будет очень плохо написано удалим комментарий будет адекватно написано прочитаем согласимся так что мнение ждем ваши вот это готовый у нас уже вариант но как я и говорила одну минуту назад кому нравится кому не нравится это варианты кому-то пригодится самостоятельная стена может быть любого цвета видно да здесь вот эти вот цветовые переходы от темного к светлому и очень эффектно смотрится в темных цветах ну допустим там синий да такой глубокий серо-синий цвет или какой-то может быть еще какой и как акцент вот этот вот вариант мне кажется неплохо ну спасибо в любом случае кто был с нами и пока